Друзья, здравствуйте! С вами школа вязания Лорейн Булхарт и я Лорейн. И сегодня мы вам представляем наше новое видео в рубрику полезные советы, как укоротить и красиво закрыть двухфантурное полотно. Не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на наш инстаграм и наш канал youtube. Если вы все еще до сих пор на него не подписаны, пишите ваши комментарии, мы с удовольствием будем снимать для вас снова и снова и снова очень полезные советы. Сегодня я вам покажу очень полезный лайфхак, как укоротить двухфантурное вязаное полотно и не просто укоротить, но и после этого красиво закрыть низ. В данном случае мы смотрим на репсовое полотно, будем его укорачивать. Неожиданно вы связали слишком длинный рукав. Положим, мы хотим его вот настолько укоротить. Для начала надрежем нить в том месте, где собираемся укорачивать. Нам нужно вытащить этот кончик нити до места, чтобы можно было начать распускать. Тянем на противоположную сторону. С противоположной стороны ищем, где затягивается нить. Затянутую нить с противоположной стороны также обрезаем. Полностью вытягиваем нить. Вот оно, наш репсовое полотно. Вытаскиваем вторую нить. Полотно мы с вами отделили. А теперь нам с вами нужно любую спицу ввести в открытые петли. Надо сказать, спица легко входит в открытые петли на отпаренном полотне. То есть никакого труда это не составит. Итак, полдела мы с вами сделали. Петли быстро надеты на спицу. Но остается вопрос, как все это красиво закрыть, чтобы прилично выглядел наш край. И тут нам поможет петлю-уловитель. Берем петлю-уловитель и начинаем закрывать петли одна в одну. Вы помните, мы имеем дело с полотном, выполненным репсовым переплетением на двух фонтурах. Поэтому, если вы начнете закрывать петли при помощи нити, провязывая, получим некрасивый край. Если вы начнете закрывать по две петли, сразу получите стянутый край. А вот таким образом, закрывая каждую поднятую петлю одна в одну, мы получим красиво оформленный край на укороченном полотне. Это может быть все что угодно. Длинное платье, которое надоело вам длинным, и вы хотите его укоротить. Длинный рукав, который вы связали, и он оказался длинным. Либо хотите подарить свитер подруге, а она более низкого роста. Не обязательно вязать новый свитер, можно укоротить тот, который уже есть. Смотрите, мы получаем красивую, аккуратную кромку, которая, к тому же, не нарушила наш репсовый рисунок. Имеет эластичность. Конечно, она выглядит иначе, чем кромка, которая была связана при помощи трубчатого края. Но, тем не менее, эта кромка выглядит не менее аккуратно. И вам всего-то потребуется любая тонкая спица. В данном случае я использовала от двухфантурной гребенки и петлю ловетел или любой крючок. Пользуйтесь на здоровье! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok